Опа-на! Попался? Собрался смотреть ролик без лайка и подписки? Ну что могу сказать? Это бан? Так, в общем, этот ролик должен набрать минимум 100 тысяч лайков. И тогда следующий ролик не заставит себя долго ждать. Скорее всего он даже выйдет через неделю. Но всё зависит от вас. Приятного вам просмотра. Предыстория. У меня была отличная идея на этот вайб. Я пытался найти стримера-новичка, которого я смог бы обучить. Спустя много времени поисков, я замечаю, что эту игру начинает стримить мой друг, который никогда в неё ранее не играл. Мужики! Мужики, дарова! Дарова, брат, дарова! Да я с вами можно... Дарова, 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 брат! Пацаны, а что, пофиксили? Теперь не видно, кто болтает над головой. Брат, слышишь, кепка модная, это Гуччи, шо ли? И так получилось, что он на самом старте встречает каких-то новичков. И тут я уже понимал, что меня ждёт офигенный контент. Как-то он обучал меня выживать на улицах Таркова. Теперь моя была очередь обучить его играть в Растик. А чё это было? Я блеванул нах... Сейчас, так, замок поставим. Каэш, кисть, каэш. Дарова, дарова. Но я-то так, я пытаюсь, пытаюсь выжить, пытаюсь. Растопия. Йоу, Ларш. Заходим. А пока я стоял в очереди на сервер, которая практически не двигалась с места, я знал, как можно отлично провести это время на сервере Радмир РП. Именно там вы можете воплотить все свои желания и мечты в игру. Всего лишь уделяем малую часть времени. Тут ты можешь выбрать свою профессию. У тебя есть возможность встретиться с главой опасной группировки и стать борзым фраером. Либо пройти призыв в армию и дослужиться до генерала. А после армии ты можешь продолжить стоять на стороне закона и пройти в ряды Министерства внутренних дел, чтобы расследовать самые опасные уголовные дела. Ну а для любителей спасательных служб на Радмир РП есть возможность стать врачом и даже пожарным. Ссылку на игру я, конечно же, оставлю в описании. Я, например, играл на 11 сервере. А если ты хочешь встретить меня, то не забывай вводить мой ник ДмитрийЧизер, а также промокод Чизер, который даст тебе денежный бонус для легкого старта игры. А если у тебя нет компьютера, то в эту игру даже можно поиграть с телефона. Вбивай в Google Play или App Store название Хаса Онлайн и скачивай. Ну и, конечно же, приятной тебе игры. Так, ну, судя по всему, он находится где-то возле мусорки. Я, кстати, тут и заспавнился. Всё, я появился, я бегу. Чё, нормально, сейчас Гена заходит. Уже зашёл, точнее, бежит. К нам я мой это сказал, Дима. Ещё я попросил Юлуса, чтобы мне он подыграл и сказал рандомным типам, что меня зовут Гена. Чтобы они ни в коем случае не узнали, кто я такой на самом деле. Если что, я Гена, короче, в цепаре, не понял? Да, да, да. А пока я пытался к ним добежать, кто-то ночью подслушал разговор и даже вспалил их пароль. 5-5, ну, одна кнопка, понимаешь, рядом 6 и сразу же над шестёркой тройка. У меня пароль был 3-0-1, то есть понимаешь всю опасность ситуации. Понял, понял. Ну, если нас... Стой, а кто это заходит? Там кто-то пароль вёл, слышь. Эээ, ты кто? Это... Ты кто, брат? Давай, меняй пароль срочно, я тебе чё говорю. Ну, а я, наконец-то, к ним добежал. О, слышу вас. Так, там кто-то пришёл, это кто? Это я, это я, Гена. Гена пришёл, Гена пришёл. Залетай, залетай, залетай. Залетай, залетай. Гендос, добавляй. Хватит к нам. Так, ну я тогда лук с кравшива не против. Слушай, напиши мне пароль в записке. Первым же делом мы отправились с ними изучать окрестности и охотиться на фармеров. Руки поднял быстро! Быстро руки поднял! Быстро! Я его убил, слышь. О, домой, домой, надо отнести. Надо отнести. Потом Юлус немного спалил пароль на стриме, и нам пришлось его менять. И теперь нам надо было как-то выкручиваться. Ведь мы не хотели палить деду, что мы стримеры. На, возьми. Он опять, блин, забыл пароль. Я вот новую скрафтил. Нам нужно было раздобыть первое оружие, поэтому мы отправляемся искать приключения. И спустя уже пару минут мы замечаем, как чувак строит дом. О, стой, тихо, вижу врага. Не идите туда. Он строится. Слева, только тихо, тихо, тихо. Слева строится тип. Надо его нагреть по-тихому. Попал, попал! Естественно, после такой наглости он выбежал за нами. Но это была его большая ошибка. Так у нас появилось первое огнестрельное оружие. Нет, нормально, мужики, нормально, отработали. Слышь, может, перданку гений дашь? Он, блядь, всё-таки решает вопросы. Ну, эти клановые игроки проследили за нами и вычислили, где мы живём. Парни, смотри. Уходите отсюда. Вообще-то, вообще-то, вообще-то... Они зашли, они зашли. Не открывайте дверь. Не открывайте дверь. Бери двушку, слышь. Бери. Бери. Подожди, подожди, стой, стой. Да, да, взял, взял, открывай. Открывай. Открывай хату. Открывай хату. Да, просто. Сюда. Сюда. Короче говоря, уже в ближайшем будущем что-то намечалось. И я понимал, что скоро нас придут рейдить. Поэтому предлагаю немного улучшить дом. Кстати, строительством занимался тиммейт деда. И, судя по всему, он не совсем любил новичков. Вы посмотрите на этот выход. А, через верх нужно вылазить. Нифига, вы придумали. То через контру. О, это твоё любимое будет. Давай. Ну так над новичками издеваться вообще нельзя. Давай, давай, ты сможешь. Да, 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 как в контрре. Добав, да. Формим, у меня топор есть, топор есть. Добываю. На своём пути мы добывали абсолютно всё и всех. И даже пытали забуститься к типу на дом, чтобы попытаться его ограбить. Как вдруг я слышу взрывы сачелей. Давайте, давайте, давайте. Это нас рейдят, нас рейдят, нас рейдят. Нас рейдят? Нас рейдят, по-любому нас рейдят. На, мужики, наш рейдят, погнали, да. Терять наш домик мы явно не планировали. Нам нужно было защитить его любой ценой. Метрушка, я в упор прям подползаю. Да, пока не спеши вообще, я сейчас попробую их убить с далечка. Да, да, да. Ой-ой-ой, тут много их. Они уже взорвали дверь, стенку. За наш дом! Убил одного. Поджимаюсь. Ещё один слева, внутри. Убил второго! Здорово! Стенка, стенка нужна, стенка нужна. Быстрее! Киянка, что-нибудь, где? Есть! 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 Нас рейдили, нет? Ну вот, посмотри. Вот он лежит. Как думаешь, нас рейдили? Да, это те самые ребята, у которых мы выбили берданки. И они были очень сильно расстроены. Ведь теперь они сидели у нас под дверью с двушками. А! Он меня убил, да. И благодаря гениальному строителю в нашей команде мы даже не могли выйти из дома, потому что выходить надо было через контру. Уже сейчас у меня появилось искреннее желание либо переехать отсюда, либо отстроить нормальный выход. Но в начале нам нужно было как минимум отбиться от этих дуркемперов. Он сгорел. Еще один. Сверху. Меня убили. Убил, убил, убил твоих убил. Я не знаю, что это, но наш дом превратился в какую-то ловушку. Вы посмотрите на количество типов, которые прыгали вниз. Ну а дабы больше нас так не поджимали и мы могли спокойно выходить отбиваться, я решаюсь немного обустроить эту крепость. Точно туда надо? А я думаю, так пойдет. Пока двери нету, пускай будет. У нас закончились патроны на оружие и мы отправились на фарм, где попутно я рассказывал Юлосу различные фишки. Поднимайся наверх. Показываю, смотри. Юху! 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 Как тебе? Нормально? Топовая штука. Юху! Топовая штука. Юху! Топовая штука. Топовая штука. Потихоньку, потихоньку подходим. Юху! 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 Я, конечно, попытался сделать что-то с этими калашистами, но их оказалось слишком много. Юху! 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 Я его убил, я умер. А, их тут четверо, прикинь. Тут вообще 4 типа. И это, поверьте мне, не последняя встреча с этими ребятами. Но пока что не об этом. Мы пытались придумать, где нам выбить оружие и патроны, а также нафармить на второй верстак. Ай! Ай! Э, брат, семишка ты, и чё, блин? Я его убил. Лучше. У него молота в гул. Очевидно, этот тип хотел выжечь этот дом. Поэтому мы это решили сделать за него. Ой, ещё одна. Чё, брат? Чё, брат? Да по-нашему говори. Это мой дом, пожалуйста, не надо родить. Я только начал. Идёт сюда, идёт сюда, прыгай вниз. Вниз прыгай, Фастон. Ребят, ну здравствуйте, ну зачем? Зачем? Здорово. Пожалуйста. Мы сюда просто пришли, сами понимаешь. Ладно, ну я понимаю, ну просто реально. Ну хотите, я вам даже дверь открою. Всё равно-то типа там ничего такого нет. Сейчас прыгнет вниз. Давай, жду его. Поднёмся. Хорош, нафиг. Мы вообще дефаем твой дом, брат. Ты чё, не видишь, что ли? Ну дверь открой, просто интересно посмотреть, чё там у тебя. Ну мы ничего брать не будем. Мы так чисто. О, ну всё тогда. Закрывай. Дверь наверху поставь. Мы тебя прикроем, поставь дверь наверху. Если бы мы знали, что в этом доме живёт игрок, который только начинает играть, мы бы вряд ли тратили молотовы сюда. Но зато мы ему помогли отбиться от рейда. Сами хотели зарейдить, сами зарейдили. И сами сказали, дверь поставь. Этим же временем в ящиках у нас появлялось всё больше и больше различных компонентов и ресурсов. Развитие шло полным ходом. Ну а чуть позже мы замечаем, что неподалёку от нас падает дроп. И было очевидно, что его вызвали вот эти скромные ребята. Сопля это вызванный дроп игроками. Они видишь сейчас... Посмотри туда с бинокля. Я увидел, что дом у них разноуровневый. И у них не было окон. Мы могли к ним спокойно туда залезть. Но нам нужно было подформить немного деревца. И вот мы уже подкрадываемся к ним в надежде провернуть грязные делишки. И чисто случайно я нахожу дом того калашиста. Но знали бы мы, что такими действиями мы разворошили осиное гнездо. Через пару минут они уже были у нас под домом. И явно были серьёзно настроены. Нас рейдят. Опа, стой. Тут арбалет есть, если чё. Да арбалет не поможет нам. Арбалет нам не поможет. Короче, я знаю план действий. Если нас будут до конца дорейживать, я застрою просто кубик. Вот пайп возьми. Возьми пайп он хорошо даст. Эээ, изи рейд. Тихо, отойди, дед. Ничего не делай, дед. я тетя толкает ну дед ну чё ты делаешь ё-моё ди-май поднимай вот я не эту не закрывай он в прыжке меня убивает у меня была гениальная идея как избавиться от них но к сожалению он нас там стояла буфер а тут еще одна стенка тогда это да тогда проблемка ставьте двери ставьте двери выходите никого нету и только мы собираемся застроить наш домик как вдруг они возвращаются они явно уходили чтобы докрафтить взрывчатку я завис поле кинули чё тут происходит и ты не понимаю алла мусора без арбалета давалил убил у меня опять убили там 3 типа там 3 типа я убил двоих лучший прыгай вниз берду засейвил до уму назад назад уходи он жив он жив он жив я знаю дед в тебе дед в тебя стреляется дед не стреляй свои ты чё каким-то чудом спайпа я тогда убиваю берданщика и теперь мы могли хотя бы застроиться в нашем же доме все я убил их убил но запомните одно правило если тебя уже когда-то рейдили на сервере и у тебя каким-то чудом получилось отбиться то будь уверен что они вернутся еще разочек чтобы закончить начатое понимая это на всякий случай я скрафтил витрину чтобы если что можно было закрыть наш кубик вот если будут рейдить вот эту штуку просто вот сюда ставь вот сюда есть я специально да 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 вот мой спальник еще и все передам потом и со спокойной совестью я начинаю перезаходить в игру потому что играть с пингом 150 было просто невозможно и как вы понимаете именно в такие моменты и происходят самые странные вещи во время перезахода юлас говорит что нас зарейдили разнесли 2 до 2 чела азма таксишками естественно я вначале ему не поверил потому что подумал что это пранк но когда появился увидел в доме двоих типов я понял что он не обманывает но у меня был запасной план пока юлас их отвлекал я появляюсь дома хватаю из ящика ту самую подготовленную витрину и просто застраиваясь прям перед носом чувак чувак я застроился я кинут а а кинут а 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 я у них перед носом витрину воткнул все честно говоря я был в шоке что я успел это сделать вы просто представьте их лица в этот момент кстати говоря на этот раз нас рейдили не турки а те же ребята которые пытались меня зарейдить в первый раз изи я появляюсь снаружи и начинаю фарм дерево мне нужно было застроить эту стенку в которую забегали каждые бомжи таким образом нам удалось засейвить этот бомжатник второй раз подряд и уже сейчас мы думали что они уже к нам не вернутся поэтому отправились отдыхать ничего больше не придумывая хеллоу мистер здорово у меня плохие новости какие у нас кто-то зарейдил и мы потеряли деда о подожди а дед в онлайне слышишь дедушка в онлайне надо посмотреть что он там построил значит не потеряли деда значит в порядке наверное нам должно было быть грустно то что нас зарейдили но если честно там ничего ценного у нас не было кроме второго верстака но самое главное что дедушка не ливнул и продолжил свое выживание здорово привет дед как дела смотрю домик у нас то ли сгнил то ли чё думаю дайка надо фармить короче я думаю у нас взорвали потому что меня убили там жестоко вот интересно нас вот эти ребята зарейдили либо вон те давай посмотрим нифига себе у них дом за эту ночь изменения были колоссальные вы наверное это домик не узнаете но это домик тех у кого мы выбили первую берданку сейчас я и представить себе не мог что можно сделать с этой махиной но понимал что меня ждет очень увлекательный контент в виде фарма различных ресурсиков да это я люблю а я думаю мы рядом построимся просто чтоб если что не как вчера было потому что ну невозможно было выбегать из дома когда пять человек в одной двери стоят я знаю что хочу я хочу парашюты изучить пока юла заходил на сервер я подобовал немного бочек переработал компоненте ки и даже представил себя роботом вали а нифига себе мне чем-то сейчас ностальгия half-life напомнила смотри оп и идем сразу собирать вкусняшки короче говоря я занимался самыми житейскими делами которыми занимается каждый растер ведь перед большими делами нужно было очень хорошо пофармить ну и потом мы с дедом выбрали самое идеальное место для будущих парашютистов и начали отстраиваться вот на этой высокой скале и все шло практически как по маслу до того как не появились эти ребята ну и ну и ну и я лука понял и угадайте кто это был мои любимые турецкие друзья как я узнал что это они вы посмотрите на его сетик и на сетик выжигателей похож не правда ли я был очередной раз заряжен но не сломлен ты не поверишь но я знаю кто это нас только что убил они вон там живут смотри да этим же временем юлос наконец-то остая очередь и зашел на сервер это них это не новый дом это хором и понимаешь это хоромы понимаешь это хором и это новая хата в нормальном месте хотя бы красиво мы будем горц и что ли получается говорю это хором и в отличном месте Хоромы? Ну, хоромы не назовёшь, но... Это хоромы, блин. Это уже больше, чем мы вчера жили в том доме. Вот. Пошло дело, пошло. Я прирождённый строитель, брат. Всё улучшай, всё, что можешь. Нифига себе. Это чё, домик где-то в лесу под солнцем? Вот, вот теперь точно ракета. Да, вот прям, как будто ракет в космос летает. Да, 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 это ракета Илона Маска. Этой же ночью мы отправляемся на фармсвалки, где встречаем двоих аборигенов, которые пытались захватить машинку. А, вижу, 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 вижу. Всё, подкрадываем, всё, тихо. Ещё один справа бежит, ещё один справа бежит. Один умер. Свечу фонариком на себя отвлекаю внимание. Передо мной он, передо мной. Да, ухит ему. Попал по мне. Я бегу, манус, убил меня. Убил его. Ого! Это хорошие ребята, слышишь? У нас тачка появилась. Ого! Какая у нас малышка появилась. Стартуем. Трогай, шеф. И вонючка прям всё по классике. Ну? Ну-ка, занюхни, чем пахнет. Твоими потными сырками. Ха-ха-ха-ха. Смотри, по полям, по полям. Синий трактор едет к нам. У него в прицепе кто-то песенку поёт. Таким образом, у нас в доме наконец-то появилась металл-дверь. И уже было не так страшно оставлять этот домик без присмотра. И как же не зря мы поставили металл-дверь. Спустя мгновенье снова вернулись они. Те самые турки, с кем мы воевали. Вы кто такие? Я вас не спал. Идите на хуй. Деда выжигают. Ха-ха-ха-ха. Найс, мэн. И самое печальное, что удача была сегодня не на моей стороне. Блин, хочется их зарейдить, реально. За то, что они не дают просто бомжам даже дом построить. С такими мыслями я скрафтил лук и побежал охотиться на типов. Нам нужно было хотя бы какое-то оружие, чтобы в следующий раз мы могли дать им отпор. О, плюс двушка. Выбил двушку? Угу. Я оставляю двушку на изучение и продолжаю охотиться. Как вдруг на бомжеспавне меня убивает калашист. А, с калаша, понял. 80 метров. И я, хватая двушку, пытаюсь его выследить. И замечаю его на камушке. Так, я вижу типа с калашом. И тут начинаются долгие игры разумов. Я бегаю за ними по пятам в надежде, что они разделятся. И именно тогда у меня был бы хоть какой-то шанс кого-нибудь из них поймать. Какой трое? Столько типов просто. Вот. А. А этим же временем бедный дед пытался отстраивать новый домик. Потому что его прежние владения были полностью сожжены. Калаш это, конечно, хорошо. Но, к сожалению, у нас не было на него патронов. Нам срочно нужен был второй верстак. Все, купил металл. Найс. Теперь можно идти домой. Придется, конечно, сейчас опасненько это все делать. Убил типа. О, чувак! Я пошел. У меня пушка есть. У нас наконец-то появился металл. А еще у меня теперь есть бур. Жить в домике с двумя деревянными дверьми, да и тем более хранить здесь ресурсы, была сомнительная идейка. Поэтому мы решаемся укрепить нашу защиту. Тем более клановые игроки постоянно приходили к нам. И они явно что-то замышляли. Ладно, я для тебя сделаю максимально удобный дом. Чтоб ты не выпрыгивал через контрол. Для этого вообще трындец, в прошлый раз такая хата была. А самым приятным было наблюдать, как Юлу сформит камушки. Хорошо, когда есть такой полезный тиммейт. На, топор. А после камней он добывал деревца. Ну как добывал. Просто стучал по ней каменной киркой в надежде, что оно само упадет. Че-то много добыл уже? Не знаю. Ну, посмотри в инвентарь. Ты че, меня развел, что ли? На. Вот это уже топор. Нехороший ты человек. Блин, ну за этим было весело наблюдать на самом деле. За довольно-таки короткий промежуток времени мы смогли даже отстроить второй этаж. И теперь мы могли не бояться внезапного рейда. Но на этом наша спокойная жизнь закончилась. Клановые игроки, которые жили под нами, видели все, что мы делаем. И, естественно, их заинтересовало то, что мы расширяем дом. Один сверху на третьем сидит. Окей. Камера, я буду трекать твоего джизера. И вот спустя мгновение, они очередной раз пытаются нас зарейдить. Но на этот раз, против них у меня было секретное оружие. Я одного убил, это, камня. Убил его. Двое на крыше бегают. Тогда я еще не знал, за какой дверью они находятся. Поэтому выходил постепенно, ставя аккумулятор в проход, чтобы, если что, они не могли забежать и залутать меня. Голый прибежал. Голый. Еще одного убил. У меня есть идея. Я сейчас выбегу, застрою. Изелот. У них настолько сгорело, что они приехали к нам на машине. И, честно говоря, дело пахло рейдом. Сколько их тут? Их минимум четверо. И при том, что один в машине постоянно сидит. Трое обычно бегает, четвертый в тачке. Нет, это жесть. Какая-то нахер. А потом они и вовсе начали издавать какие-то страшные звуки. Пацаны, пацаны, какой пароль я дверью закрою? Какой пароль я дверью... Я их убил всех, слышь, в доме. Но даже после такого сдаваться они не планировали. Они снова приезжают к нам на тачке с кемпер-модулем. Че за жесть? Одного убил. Хорош. Он в джаггере, слышь, это проблемки. Один минус, один минус. Ну мы их не убьем сейчас, они в джаггере. Нереально. Сервер завис? Возможно. У тебя завис? Да. У тебя завис? Тебя кикнуло, нет? Да-да-да-да-да-да-да. Меня кикнуло. Отлично, у нас есть время первыми зайти и облутать их. Это будет эпик, слышишь? Надо кликать, кликать, заходить туда. После перезахода на сервер я увидел, что случился откат. Но нам это было только на руку. Много типов спят дома у нас. Кто-то, по-моему, из них проснулся. Меня с дужки убили. Из-за лют. А-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Серьезно. А-а-а. Саки, 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 саки. Смотри. Метанин, спит, блин. На, булавой, слышь, он... Жди, жди, пока он встанет, жди, пока он встанет. Это мой клиент, подожди, его не трогай. Наконец-то я отомщу за все, за все унижения. Только когда он проснется, дай знать. Все, ждем его. Пойду пока печку запущу, пускай просыпается. Только с булавы его надо убивать. А-нет, он проснулся. Да? Стой, не убивай, не убивай. Хеллоу, хеллоу, хеллоу. Давай, ори и бей его. А-а-а. Давай еще. Бай-бай-бай. Я столовися. Так будет каждому, кто придет к нам. А потом дед и вовсе решил не отстраивать большой дом и просто переехать к нам. Так, ну я думаю, что все ресы сюда принесу, а там отстреивочный пункт оставлю тогда. Но в целом мы были не против, чтобы он жил с нами. А еще у нас наконец-то появился долгожданный второй верстак. И теперь я мог изучить парашюты. Дед, а как тебя зовут? Дед, тебя не Максим зовут? Меня? Ха-ха-ха-ха. Практически. Ну ладно. Такая надежда была. А как тебя зовут, если не Максим? Лев, Лев, Лев. Нифига ты реально Лев. Он Лев, прикинь? Мы понимали, что клановые игроки просто так это не оставят. И поэтому решили расширить наш дом. И как вы видите, в команде у нас были заняты все. На этот раз полное строительство дома я взял в свои руки. Тут мы вышку построим хорошую. И будем прыгать на парашютах к ним домой. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Ай, слушай, это все, это топ. Блин, сущная, это гениальная херня будет с парашютами. Дедушка был сверх полезный тиммейт. Ведь он мало того, что добывал ресурсы, так постоянно что-то нам подкрафчивал. Потому что все изучения были у него. Так, и вот он парашют, первый раз на него смотрю. Нифига себе, ну-ка. Пойдем. Я успел увидеть. Пойдем, посмотрим. А, прямо отсюда. Нет, давай ты первый. Да я разобьюсь, ты че? Так я не знаю даже, как он работает. Пофиг, я сниму это. Прыгай, он откроется сам. Только там есть правила высоты. Отойди, дед, ты должен. Отойди, дед, нам. Ты должен. Раз, два, три. Три. Сразу. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Ай, Юлус, его надо было в слот положить вначале. Ты что наделал? И наступает момент истины. О-о-о, нифига. Кавабанга. Я к ним полетел, все, давай. Нет, какой, слышь, парашют дорого стоит. Назад лети. Я тоже хочу полетать, слышь. На самом деле, мне было действительно интересно, сможем ли мы долететь с нашего дома до дома наших противников. Вуху. Пошло дело, слышь, пошло жаришка. Стой, я просто мимо сейчас пролечу, мимо них посмотрю, можно ли долететь до них. Нам хватает расстояния, чтобы долететь до них, чувак. Я налево полетел, я налево полетел. Я смотрю, есть ли у них турели. Нет, там нет турелей. Все, уходи, парашют не просликну. Я налево, налево, налево полетел, все. Пойдем полутаем немного сейчас компонентов и залетим к ним на крышу. Ё-моё, смотри, а чё это там сверху, там какой-то кран чё-то делает. Тут чуваки на тачке, на тачке, на тачке. Я могу сбривать их. Недолго думая, пока Юлу с ними разбирается, я хватаю топ-сет с калашом и возвращаюсь туда снова. По карте посмотри, я прям за ними бегу. Мне кажется, нашел их дом. Один умер. Здорово, попробуй его добить и забрать. Убил. И тут в моменте, когда я поворачиваюсь, я замечаю лазер на моем лице. Тут враг. Понял? Он с калашом. Я его убил. Хорош. Билися. Они сейчас придут. Надо уходить. Я пытаюсь убегать. Я ухожу. Выбеги голым и скажи, что ты не знаешь, кто тут живет, типа. Скажи, что калашиста видел, он побежал в ту сторону. Быстрее. Скажи, типа, они русские эти типы? Их можно заскамить. Но слушать деда они не стали и сразу его убили. И тогда мне пришлось избавляться от них. Одного убил. По домам деда, тип. Это он был? Все, я всех убил, походу. Я убил их, лутай. Так, у нас появлялось все больше и больше противников. После мы отправляемся лутать метро, ведь нам нужно было много скрапа. Полегчало. Как вы помните, самой моей главной задачей было обучение новичка. Поэтому я дал задание Юласу и проверял, как он с ним справится. И попутно забивал свои карманы различными компонентами. А потом Юлас и вовсе заблудился на выходе. Я потерялся, я не знаю где. Наверх, надо подняться. Ты опять заблудился, что ли? Да я не знаю, я бегаю. Типа... Да вот сюда, вот лестница, алё. Я... Да меня в этот туннель всё засовывает куда-то. Потом мы забежали на переработчик и заметили одну странную башню, которую только отстраивают. Естественно, мы решили сделать им небольшой ремонт. Вон вышка, видишь? На 340, он походу с болтом. Давай ему вышку разобьём. Давай. Просто по стенке соломенные, видишь стенки? Да. Всё, он вниз прыгнул. И после этого надо было отсюда как можно скорее сваливать. За нами выдвинулись охотники. Да, уже идут. За нами? Да, справа один под краном, короче. Но иногда в этой игре бывает такое, что охотник становится жертвой. Убиваем. Стреляем. Он умер. У него калаш был. Уходим. Уходим. Офигеть, он гений, слышишь? У нас есть болт теперь. Уходим. Наконец-то у нас появились компоненты, чтобы скрафтить три парашюта. И теперь летать мы могли практически во все стороны. Сейчас дед полетит вниз, наверное, хоть. А на какую кнопку его открывать-то? А ещё Юлос придумал для нас боевой клич. Давайте, Семесю! Давайте, Семесю! давай дед упал вы все нормально прыгаем ребят но уже со второго раза у нас получилось прыгнуть идеально и давай третий пошел вы жми вы жми только вот это сила жмите вы летим туда прям к ним аккуратно просто с нажимай центр центр падаем в центр на магазин на магазин поднимите меня скажем так для тестового прыжка это было очень даже неплохо хотя я удивлен почему они просто разбились на крыше ничего ценного мы у них не обнаружили зато смогли посмотреть на структуру их дома да и хозяева этой крепости судя по всему были в оффлайне в общем ловить на этой территории нам было больше нечего появившись дома я понял одну простую истину что чем выше будет у нас башня тем дальше мы сможем летать тем более помимо турецких друзей у нас были еще одни соседи которые нас рейдили вот на их базу мы и хотели долететь блин ощущение как будто мы не долетаем а вообще не долетами тиграл что надо выше строить ну вон дом слева да ну короче смотри нам далеко еще лететь надо будет а еще я заметил одну вещь что если парашют у тебя сломан то он будет лететь гораздо ниже чем парашют который будет починен и дабы не отстраивать огромную башню я решаюсь возвести балки вверх на максимальную высоту и с помощью веревок мы могли бы попадать на самый верх и оттуда уже прыгать куда мы захотим какой же отсюда открывался прекрасный вид но сейчас меня тревожил только один вопрос сможем ли мы долететь до той базы или нет я как будто долетаю туда я долетел хорош подожди я не уверен по моему тут кто-то бегает внутри чувак надо рейдить надо рейдить это надо рейдить ох как же эти ящички меня заинтересовали под крафтив самую малой сачели и мы отправляемся сразу к ним на крышу мы хотели вскрыть их лутовую давай по очереди прыгаем только не друг за другом чтоб не сбить это полетели дедушка может не залетит туда снизу турели снизу турели поэтому тут надо аккуратно прям на центр откуда это турель по мне я чуть не умер вам все отличного спускаемся вниз угу тут ящиков у они пустые нафиг да не может быть нет не верю почему они перенесли наверх походу все такой план был хороший тем не менее мы решили спуститься к ним на территорию посмотреть откуда их будет проще простого зарейдить но для начала нужно было избавиться от их турелей я разбиваю турель обойдя полностью их территорию мы замечаем гаражки которые ведут в центр дома скорее всего там и была основная лутовая у них изи дом блин давай все-таки упоримся на третий верстак но чтобы приступать к рейду нам нужен был третий верстак ведь рейдить такую махину сачелями было просто самоубийством и вот мы думаем где нам налутать много компонентов и чисто случайно замечаем как в сторону свалки едет броневичок с кемпер модарем слушай пойдем эту тачку взорвем по приколу ну . это куда-то едет ну да ты я тоже видишь который уезжая давай мы хватаем парашюты со скоростными ракетами и отправляемся вслед за ними мне кажется я знаю куда тачка ехала вижу тачку вижу тачку вижу тачку они перерабатываются эти типы не знаю как но юлоса убил парашют во время полета поэтому мне пришлось еще самую малосиво подождать я просто жду тебя тут типы фуловые слышишь если мы их убиваем тут много лута будет я пока за ними очень тихо подглядываю юлос мне нужен твой болт по убивать кого убивать антират убивай я про дал удал тачку здорово еще еще взорвал минус тачка хорош 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 все мертвы здорово Лутай, лутай, лутай. Я крою, я крою. Вот это ты, конечно, там устроил. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, иди сюда. Пегу, пегу. У них столько грибов нафиг здесь. Вот кто грибник настоящий был. Ой-ой-ой, 700 скраб, послышаешь? Вот таким нехитрым способом у нас в доме наконец-то появился третий верстак. Но перед тем, как идти рейдить, нам нужно было сгонять в мирный город, чтобы закупить там немного ресурсов. Да и тем более, нам нужна была НПЗшка. Пока мы фармили скраб на третий верстак, дед нашел машину. Вы просто на нее посмотрите. Как на такой развалюхе можно было добраться до аутпоста живым? Дед, садись за руль, короче, потому что если я сдохну, я все ресыпи сру. Там дорога сзади, алло. Ты куда? Дед? Да-да-да, я что-то растерялся. Нормально, мне нервничай, главное. Не забывай, что там турели стоят, 100%. Едем мы, значит, по дороге в сторону мирного города. Во мне огромное количество компонентов, которые мы должны были переработать. Но я не знаю, что правило дедам в этот момент. Он останавливается, чтобы убить каких-то бомжей прямо у них под домом. Сева, 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 выходим. Нокнул одного. Убил второго. Мы к ним в гараж попали, серьезно? Да-да-да. Я сажусь в их броневик и пытаюсь его выгнать. А в это же время Юлус пытался договориться с владельцами, чтобы они открыли нам гаражку и мы могли спокойно съездить в мирный город. После чего мы им отдали бы машину и еще бонусом сверху какие-то ресурсы. На, я тебе даже верну оружие, типа. Просто, ну, дай нам этот паровозик и все, мы тебе вернем его. Нам просто в аутпост сгонять и все, на. Ну, они вели себя так, будто бы они заговаривают нам зубы. И поэтому дед отправляет их на спалку. И как же он был прав. Они нас поджали со всех сторон. Чел, чел на мне, чел он мне, дал ему. Прямо справа за гаражом, справа, справа. С моей стороны один. Дал еще одному голову. Ну, куда ты едешь? Стой на фиг. Я заутал компоненты, погнали. Мы с Юлусом от всех отбиваемся. Но дед просто нас бросает в чистом поле, где негде было прятаться. Так еще и забирает мои компоненты. И просто уезжает в сторону мирного города. Где по пути его убивают другие три типа. У нас дед сдох. Его турель убила, что ли? Нет, его тип убил. Убил. Вижу еще. Да у меня чел еще. Еще убил. Хорош. С моей стороны еще с дома идут. Ой, я с пушками. С двушками. Но компоненты, которые были в деде, уже кто-то украл. И убежал домой. Их вернуть нам не получилось. Но сейчас самым главным нужно было утащить отсюда ноги. Газуй, 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 газуй. Газпол, газпол, брат. Газпол. А мы таких себя проблем на жопу нажили. Каким-то чудом нам все-таки удалось выжить. И я увидел, что Юлус это уже не совсем новичок. Он уже машина для убийств. Смотрю на тебя вот. Тебе стыдно то, что ты нас там бросил. Стыдно, стыдно. Ладно, мы тебя прощаем. Но в следующий раз не бросай нас так жестоко. Мы там 50 человек убили вдвоем. Да я серьезно думал, что вы в тачке. Я деду верю, я деду верю. Ладно, мы тебе верим. Понимаем старость, не радость как бы. Я Скаймен, а ты человек пук. Давай, показывай. Мастер-класс. Рожденный ползет, летать не может. Я не понимаю, как на эту херню запрыгивать. Он то перепрыгивает, то нормально запрыгивает. Это, ну, это ненормально. Вот как мне понять? Я запрыгнул. Не запрыгнул. Это бред, блядь. Это бред, просто бред. Бред это хлеб. А тебе надо тренироваться. Давай, погнали. Я почему-то низко раскрываю парашют, а ты высоко. Ну да, наверное, на крышу надо сесть вначале, а потом будем смотреть. Так, агент. Скаймен приземлился на пункт назначения. Иду за тобой. Я умер. Да, обновление сырое, поэтому иногда тебя просто так убивает парашют. Вот это доставка ракет была бы, слышишь? Естественно, задачу взрывания я поручил своему тиммейту, который никогда еще этим не занимался. В эту дверь надо стрельнуть, смотри. Нет. Туда еще раз. Вот сюда ко мне встань, вот сюда. И отсюда видно дверь. Только стреляй так, чтобы ты не взорвался. Тут чел стоит АФК. Рейди, 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 это хозяин дома. Это хозяин дома, рейди, рейди. Попал. Стой, не спеши. Все, хорошо. Все, теперь отсюда просто вот в угол. Вот отсюда просто в угол. В две гаражки бей. Хорошо. Нормально, рейдим. Есть парашют дома еще? Времени ждать, пока вернется Юлус у меня не было, потому что хозяин дома был в онлайне. И если бы он вернулся и зашли все его тиммейты, вряд ли бы мы справились. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Миша, давай нафиг. Я шкаф нашел. Я нашел шкаф. Ресов тут тьма. Что, проснулись что ли эти товарищи? Типы пришли какие-то левые. О, гранаты кидают мне. О, чуть не умер. Вижу, вижу его. Сейчас я его в спину убью. Да-да, вот там. Он умер. Еще один с другой стороны. Убил. Он внутри сидел, прикинь. Как он тут оказался? В итоге застроиться здесь я не мог, поэтому я хватаю все основные ресурсы и просто отсюда улепетываю. Но там еще оставалось слишком много ресурсов, которые мы оставлять явно не собирались. Блин, нас могут стереть, пока мы будем лететь на парашюте. Вижу их. Угу, вижу его. Вижу его. Я лечу, пофиг. Он под зданием справа. Стреляет по мне. Я пофиг дальше лечу. Я его стер. Лети на крыше. По мне кто-то дал. Мне дали еще раз, я не далече умру. Ой. Убил его. Болтовщика. О, красава. Он все это время обходил тут, прикинь. Я заберу болтик у него. О, у него хороший болт. Сейчас металл найду. О, я могу хилки сделать. Все, мы справились. Офигеть, что за зарубанный эффект? Жалко будет отсюда все не унести. Как думаешь, сработает парашют? Сработал. Красиво. Ухожу красиво, как говорится. Скинув еще одну партию лута, мы возвращаемся туда в последний раз. И то, что мы там найдем, нас просто ошарашит. Он умер. Хорош. Возможно, еще есть. Главное, не жопай на колючку. О, хорошо. А ты тут прям уже все обшарил, остарю, да? Ну, все ценное, да, уже забрано. Вот это забери, смотри, я тебе скинул. О, записка, подожди, что тут написано? Чувак! Чувак, я нашел доказательство, что они нас зарейдили. Че там? Тут записка с нашим паролем вчерашним. Офигеть, точно? А нахер они забрали ее? Прикинь? Надо пароль менять от нашего дома, слышишь? Это бред нафиг. Капец. Прикинь, слышь, нашел доказательство, что они нас бахнули. Это просто топ. Чтоб вы понимали, именно эта записка с этим же паролем лежала у нас внутри в доме. В том самом, который они рейдили вчера. И получилось так, что благодаря парашютам мы смогли им полностью отомстить. Но они были не единственными нашими противниками. Но планы на сегодня мы все завершили. Теперь все, что нам нужно было сделать, это сохранить ресурсы и спрятать их в домике деда. Смотри, сколько у нас пороха теперь. Ну, сегодня что-то вообще жесткий день был. Мы много чего сделали. И не говори. Мы сделали невозможное за сегодня. Теперь надо пойти невозможно поспать. Ааа, у меня спина хрустит. Все. Да, все. Все, good bye, Юлус. Bye-bye. Я тоже пошел спать. Удивительно, но нас, походу, никто не зарейдил. Зайдя на следующий день, я был приятно удивлен. У нас мало того, что была перестановка в доме, так еще появились гаражки и были полностью расфасованы ресурсы. Судя по всему, дедушка знатно попотел. Нифига себе ты тут красоту навел. Да-да, думаю, о чем мы как в этом, как на свалке. Ящики, чемоданы везде болтаются. Думаю, надо хоть что-то когда-то. Ставь лайк, если бы ты хотел себе такого же тиммейта, как дед. Как говорится, он в беде не бросит, лишнего не спросит. Если вы понимаете, о чем я. А когда мы все были в сборе, мы могли попытаться сбить вертолет, который как раз-таки был забайчен турками. Понял. Я скажу, когда ракеты будут. Вот сейчас ракеты будут. По нему стрелять надо. Только открытым так не стоит, а сразу сотрет. Понял. Ему надо по винту стрелять. Дед, мне калаш нужен. Я всех убью, если калаш будет. На болт. Будешь на вышке сидеть. Но самое печальное, что это была ночь, и вертолет упал под нами. Турецкие клановые игроки тоже решили пободаться за этот вертолетик. Он минус. Он минус. Он минус. Каким-то чудом нам удалось засейвить несколько ящиков. Не знаю, что было в вертолете, но пулеметы 4Х явно оттуда. И турецкие друзья явно не знали, что их ждет впереди. Хеллоу, туркиш, хеллоу, туркиш, 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 туркиш. Ле-ле-ле-ле-ле-ле. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Ле-ле-ле-ле-ле-ле. Ну да, это похоже серьезный аппарат. Да, урон как у болта, скорострельность как у калаша, отдача, отдача как у Томпсона. Ты готов? Тогда. В атаку! Вперед! Надо лететь, надо лететь. Нет, 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 нет! Я погиб. Дал хит одному. Такому, который на крыше, главное на крыше, который, вали его. Стреляй по ним, я пойду себя полутаю, а то они убили меня, что-то. Дал, я его нокнул сверху, который был. Сверху, с хазмати, я его нокнул. Хорош, убивай, убивай! Здорово! Это хазмат смотрит тебя, хазмат смотрит еще. Да, у мухи слева. На крыше еще один. А нет, это не на крыше все забей, это вообще за домом бегает, чел с пушкой у них. Так, это я бегаю прям. Да, да, я понял. На крыше поднимается, походу. Ха-ха-ха! Отдыхай, по маленьким. Стреляться с ними было, конечно, очень весело. Но у меня появился гениальный план. Купить боевой вертолет и просто их заплевать скоростными ракетами. Ты пристегнул рюмень? Да. Все, что нам оставалось сделать, это загрузить вертолетик скоростными ракетами. О, тут прицел есть, нифига. Садись, садись, там че он на коне уезжает? Че он на коне уезжает, слышишь? Ведем преследование! Ведем преследование, смотри! Хе-хе. Давай, давай, давай. Огонь! Сдавайся, бросай коняна! Сдавайся, бросай коняна! Был... Былась! Былась! Взорвал! Ха-ха! Еще один! Поднимайте руки вверх! Поднимайте руки вверх! Турки, выходите, сдавайте, с поднятыми руками! Все, по-хоже, там уже никого нету. Выходите на улицу! Ха-ха-ха-ха! Ну, блин, это имбас, слышишь? Бам! Разбомби! Сдавайтесь! Разворачивайся, разворачивайся, разворачивайся! Блин, надо учиться пилотированию вообще жестко. Чтоб, знаешь, вот так вот лететь чисто, ссори, вот так... Бам! Взорвал его! Я его взорвал, ссори! Ссори, вон лежит! Сдавайтесь! Все, у нас ракеты кончились? Наверное, не знаю. Все, походу... А, нет. Блин, это такой топ, слышишь? Я бы вообще кайфанул, если бы мы кого-то сбили на вертолете. Типа один на один. Мы облетели полкарты, и так никого летающего не встретили. Скорее всего, это был знак. Нам нужно было готовиться, чтобы зарейдить турков. Все остальное время мы фармили и крафтили ракеты. Очень много фармили и очень долго крафтились. И уже сейчас мы были готовы зарейдить турецкую базу. Тех самых, которые постоянно не давали нам играть и выжигали нас на старте. Ты следующий, дед. Парашют вверх. Да. Парашют на месте. Блин, это просто топ. Главное не сдохнуть, как обычно. Не прыгайте сюда пока что. Иначе это будет последнее, что вы увидите. Гантрап, стой. Гантрап, стой. Это чё? Снаружи стреляет тут Сверху Убил геда О, жара, пошла не штек А, ну шкаф закрыт Да уж, на самом деле мы хотели их зарейдить в онлайне, но они ливнули задолго до нашего рейда После того, как мы отжали их вертолёт Надо с ним реально попрощаться перед тем, как мы будем вылетать Всё, дедушка, поднимайся наверх Да-да-да, бегу-бегу Так, вроде ночь, да? Да А, атмосфера костра зелёненького, блин, ништяк ты, ништяк Садись к нам, присаживайся Заслуженный отдых Ну так, вы на рассвете, да, отправляетесь? Поднимайся, ложись Присаживайтесь, чё вы там бегаете? Тут атмосфера вообще жёсткая Надо попрощаться с дедом напоследок На краю страшно Не, ну на самом деле было удивительно то, что тебя Юлус нашёл сразу Чисто новичком, будучи новичком Да-да-да Да А я бежал, короче, думаю, дай-ка залечу на вайп Может, чё-то будет интересно А потом думаю, да нечё, интересно Так, пробегусь, да выйду А тут хоп Устается в эту пи*** сисю Юлуса Думаю, чё-то это получится Не, ну получилось что-то шедевральное, мне кажется Ну да, да, пойдёт, пойдёт Прямо то, что надо И по рейдере мы всех соседей выселили Турки уже из-за нас ливнули просто Просто ливнули из-за того, что Юлуса к ним выпускал Настоящий руфкемпер Ну да, да Кого ты воспитал, дед? Да, нас болта фигарил Дед, кого ты воспитал, скажи мне Киллера, киллера Я не буду кемпера, я снайпер Ещё, а вы можете вот так вот, я, например, могу Как тебе вообще в целом вот эта темка с парашютами? Ну да, зашла, зашла темка, кстати То есть поначалу я буду спиц Ну да, да Сначала было скептически А потом что-то прям Когда вот ты полетел Потом я полетел Прям зашло, зашло Ну сейчас на рассвете мы отправимся в последний путь Последний-последний Или ещё заспаунить Наверное, это супер-последний путь Даже мы не вернёмся уже Супер-последний Давайте, давайте, давайте Вот это легендарное Даже как-то грустно становится от того, что мы прощаемся с таким легендарным персонажем, как дед Пока, дедушка Ты был хорошим дедом Реально, как настоящий дед Счастливо, ребят Удачи, ребят, удачи Спасибо, брат, добра, удачи Смотри, какой офигенный у нас дом Дом-легенда И на рассвете мы с Юлусом отправляемся в последний путь Где собирались уничтожить всё на своём пути Подоптите Чини, чини, коптер, сейчас будет чинить его Сейчас, чиню, чиню, чиню 30 секунд Опа, смотри Просыпаемся, нахуй Минус верт Минус верт у них Перезаряжается Минус 2000 скрапа Сюда, нафиг Назад, заходи на второй На второй заход, давай Цель мертва Опа, опа, гаражики, гаражики Закрыты Возвращайся туда, на берег Посмотрим, как там настроение у ребят Которым вертолёт взорвали Опа Валим, валим Опа, стоп Вот на такой ноте этот ролик подходит к концу И надеюсь, он вам понравился И вы поставили свою оценку Ну и, конечно же, поставьте лайк деду А ещё для вас у меня остался секретный материал Готов бриться, если что Надо у него узнать, за сколько он поброется За сколько поброешься? Сколько Бороду именно Или волосы? Бороду или волосы? Чтоб вы понимали Это произошло тогда, когда я искал стримера новичка Я думаю За тысячу можно За тысячу? Серьёзно, вот за тысячу поброется У него название готов бриться Если что Погнали Сейчас чувак будет лысый Погнали Жду лысого стримера Дюга, ладно? Давай Нормально И, судя по всему, он был готов к такому раскладу Потому что у него в доме лежала специальная машинка Так, мы будем на пол, типа Потом просто подмету Я думаю, нормально Серьёзно, в лесу Сука А я так А как я сзади буду брить? Красавчик Отрубец, пора Слез Спасибо Вообще За 500 рублей Я надеюсь, мы подняли ему настроение И это было реально забавно Если ты увидишь этот ролик То быть лысым тебе даже идёт, чувак Ну и, конечно же Огромное спасибо Хотел бы сказать всем участникам Данного ролика И тем, кто досмотрел этот ролик до конца И поставил свой лайк И, конечно же Большое спасибо Юласу Который согласился стать моим учеником Быть может, он на своём канале Тоже выпустит видос Но уже от его лица Если что, ссылочку я оставил в описании Ну и ещё Немного секретного материала Это я И угадайте, что я сейчас буду делать? Правильно Прыгать на резинке с высоты 207 метров Как говорится, что не сделаешь Ради любимых подписчиков И вот спустя мгновение Я стою перед пропастью Я долго собираюсь с мыслями И прыгаю вниз Ну а кто хочет увидеть полную версию И от первого лица Заходите в мой телеграм Именно туда я и залью свой видос Всем пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok